Сон мне сегодня приснился. Люба Соболь, выдающийся режиссер Манский и множество других замечательных людей, выходят в Москве к посольству Украины, и кто держит в руках тачечку маленькую, кто тележечку, кто портрет моего собеседника, и требует от Украины руки прочь от Алексея Валерьевича Журавка. Просто почему? Да, потому что Алексей Валерьевич Журавка, одним веслоухим следователем СБУ, был назван и объявлен официально террористом на Украине номер один. Ну, с чем мы его, конечно же, и поздравляем, такой ему подарок накануне Нового года сделала государство Украина, но начнем мы с других поздравлений двум другим людям. Алексей Валерьевич, приветствую, дорогой. Приветствую. Давай поздравим Николая Яныча Азарова, есть чем, и, конечно же, Володю Карасева, которого тем более есть чем поздравить. Вот отдаю тебе право их обоих поздравлять. Володя Карасов, он многодетный отец. Семья у него хорошая. Ну, хочу ему пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия и пятеро детей. Ну... Володя Карасович, ему сегодня полтос, ровно 50 лет у человека. А, ему сегодня полтос, так я же хотел дойти же, ну, 50 лет, окей, меня сбил. Ну, короче, я ему желаю здоровья, счастья, благополучия и самого наилучшего. Он хороший человек, добрый человек. Самое главное, что его много. Да, 2 метра роста, сотни килограмм веса. Как его взяли в матросы-подводники, дальневосточники, я до сих пор не понимаю, потому что там все узенькое такое. Но человек справился с поставленной Родиной задачей, как и сейчас справляется. Ну, а второе, это все майданные, крышетечные наши сегодня так называемые власти и прошедшие. Особенно Турчинов, особенно, будем говорить, Порошенко и всякая прочая нечисть у них, наверное, крышу сорвала. Ну, Азарова оправдали. ЕСПЧ вынес оправдательный, будем говорить, приговор. И это для них, ты сам знаешь, чем это закончится. Как я всегда говорю, правда, рано или поздно победит. И мы добьемся этого. Я в этом уверен. С чем я, по большому счету, поздравляю Азарову. Вот и все. Ну, а теперь давай поздравлять тебя, рассказывай и объясняй, в каких тяжких преступлениях и почему тебя обвиняют люди, которые, по большому счету, совершили страшнейшее преступление против собственного народа. Они совершили государственный переворот, вооруженный государственный переворот. Ты оказался среди тех, кто категорически выступал против переворота и пытался защитить своих земляков, в том числе жителей Херсонской области, от воздействий, от последствий госпереворота. Почему это, с твоей стороны, оказалось таким тяжким преступлением? Слушай, когда они мне принесли это обвинение, я был первый в шоке, почему вдруг на такого, как я, выделили целого подполковника, да еще и под фамилией Веслоухова, то есть это получается так, что какое прозвище такое уголовное дело Веслоухая. Ну, я вчера взял и вынес им свой приговор, юридический, обоснованный. А как мне могли применить эту статью? Ну, вот, я призываю Херсонцев выйти на улицы и снести эту власть. В первую очередь, когда произошло это, когда начали блокировать Крым. Когда ислямов, там всякое отребие татарское, будем говорить, лже-татарское, не любящее свой народ, подвело Крым под геноцид прямой, непосредственно. А ты же знаешь, что Херсонская область большая часть производила сельхозпродукции и направляла непосредственно на Крым. Эти идиоты сделали продовольственную блокаду. А люди-то взяли кредиты, и мне, как я призывал к этому. Второе. Ну, я призывал к протестам и снесению этой власти, потому что они не дают нормально жить. И на сегодняшний день раскалывают общество. То где же у меня преступление, когда я говорил, за мир, против войны. Да, так это сепартизм вменяется. Ну, а терроризм, оказывается, я снимал видеоролики в городе Донбассе про ВСВ-шников. И якобы там я варварски своей вот этой культёй бил по голове им. Вот, бил по голове. Очень сильно. И ты представляешь? Они давали мне признание. Я с них выколачивал. Второе. Я, оказывается, насиловал их. Ну, в переводном смысле. Вот этой культёй, вот этой новой. Ну, ты знаешь, я полчеловека, да? Ну, я вообще в ужасе. Это за правду покажу. Потом, применяется ко мне эта статья «Террорист как инвалид у первой группы». А у меня вопрос. А как же я всё-таки, как инвалид, ну, автоматы таскал? Как же я всё-таки бомбы эти таскал? Ну, я, потому что давно-давно, наверное, подорвался. Потом. Захват учреждений и всего прочего-прочего. То, что в Киеве произошло. А почему вы, Юрий Луценко, не предъявляете обвинения? Он же, ёлки, призывал к свержению власти с оружием. Это есть видео. А я не призывал, да? Это вообще, ну, такие ужасные вещи, что когда я получил эту бумагу, её изучил, ну, я, во-первых, волосы дыбом, а во-вторых, когда начал её наполнять содержимым, я не понял, почему, что они от меня хотят. То есть они не понимают, что если нормальное конституционное и законное поле и судьи нормальны, то это всё рассыпется, и в итоге вот этот Веслоухов сядет больше, чем я сел. Он сфальсифицировал уголовное дело полностью, да? А вдумайся, это Веслоухов подписывает, я пересекал незаконно границу с Донбассом. Так что ты фактически признал, что Донбасс это не Украина, да? Патрон. Он мне вменяет, что эти все действия в момент АТО я делал, когда вышел указ президента. А у меня так на минутку так... У нас же не было президента. У нас же президент был Янукович, а исполняющая обязанности президента, у нас такого конституции нету. Да? И закон о президенте читайте. То есть такая дура, понимаешь? Это что мне вменяется? Так подожди. Самое главное, он ссылается на указ президента Порошенко. А тогда был исполняющий обязанности, и не было этого указа. Был Турчинов. Так что ж вы мне вменяете? То есть доходит до такого маразма, что мне вменяют там свержение власти и призвание, чтобы рассыпалась эта Украина, типа как суверенитет. А я не призываю к развалу страны. Я в своих видео ни разу не говорил ни за Новороссию, ни за другие там части, чтобы она рассыпалась. Они мне это вменяют. Хотя я призываю об одном и не признаю эту власть. То есть шизофрения полнейшая. В итоге мне создается впечатление. А почему же так? Не впечатление, а создается мнение. Теперь мне понятно, почему политюрмы появились, почему бомбят Донбасс. Но это настоящие фашисты, коллаборанты и нацисты. Да. Алексей Валерьевич, ну вот ты как гражданин Украины после государственного переворота очень много потерял. И материально, и морально, и все остальное прочее. Ты вынужден был покинуть страну. У тебя отобрали неправовым путем то, что ты зарабатывал, будучи инвалидом детства первой группы, стал не просто бизнесменом. Ты ведь имел действительно серьезный бизнес. В Херсонской области был и народным депутатом, и омбудсменом по правам инвалидов в стране при прежней власти. И вот человек, который все потерял, которого обвиняют в том, что он не совершал, эти все бумаги прикладывает, нотариально заверяет и отправляет в Европейский суд по правам человека. И требует там от украинского государства, которое не государство, по твоему мнению, выплатить тебе моральный и материальный ущерб, нанесенный государственным переворотом, совершенным силовым способом. Ты об этом когда будешь думать и когда иск подавать? Потому что вот Леша Навальный подает иск, через месяц-два он получает какие-то деньги. У тебя по сравнению с Навальным прав на получение возмещения от украинского бюджета в миллион раз больше. Или тот же Ходорковский, который на коленях помилования выпрашивал у Путина, и который, сбежав за границу сейчас 50 миллиардов долларов, требует с нас, с граждан России, вот у тебя по сравнению с Ходорковским в миллион раз больше поводов требовать от ЕСПЧ реализации. Ну, давай будем честны и откровенны. Ну, во-первых, то, что я готовить буду эти документы все равно подавать, это да. В ЕСПЧ, во все суды и так далее. Это да. Получится ли с них что-то? Я не уверен. Ну, у меня сегодня, во-первых, честно говоря, средств нету таких. Это раз. Я голый босс и и самое большее я жалею за тем, что я столько времени потерял. Семь лет жизни моей ушло. По деньгам я не жалею. Мне только жалко людей, что остались без рабочих мест. Уничтоженные парки, уничтоженное то, что я как бы созидал, строил. Вот это мне жалко. Что касается, если даже ЕСПЧ я выиграю, ну, а я уверен, что я выиграю. Доказательная база очень большая. Что-то изменится? Думаю, не изменится. Пока есть власть в Украине не изменится. Понимаешь, в Украине должны суды прийти правовые, которые занимаются защитой на самом деле людей. а не беспределом, которые сегодня в суды защищают. Да? Ведь первое уголовное дело, которое мне выдвинули, и на этом основании суд потребовал меня задержать, арестовать и привести в суд. Ведь это судьи принимали решение. Они ж видели, над кем они проводят судилище заочно, когда знают, что меня нету. И я знаю, что меня весь Херсон смотрит. И я знаю этих судей, которые приняли это решение. Я с ними общался, будучи народным депутатом. Но они ж ради своей должности и мантии своей, якобы судебного свершения, они ж, извини, принимали эти чокнутые решения. У меня вот только вопрос, как вы будете своим детям смотреть, что вы этого безрукого, безногого коллегу над ним судилище устроили. Ведь эти же документы, они ж лягут в основу истории. И вас же дети будут проклинать. Понимаешь? Они не понимают последствия. Это все рано или поздно возвращают. Эти СБУшники тупоголовые. Там есть и нормальные вопросы, но их очень мало. Ну вот генералы, полковники принимают решения. Они что, не понимают, что они себе на голову грех цепляют? Они что, не видят, кого они судят? Ну у меня, как я тебе говорил, вот моя коляска, это мой танк, мини-танк. Ну меня разве что можно в дзот посадить, кучу патронов дать, и я буду отстреливаться. А дальше что я? Ну какой с меня террорист? Ну должна же быть какая-то логика, какие-то мысли, какие-то действия. Ну должно же быть понятно, если человек не признает власть, это его право? Право. Если человек на сегодняшний говорит, что вы бандиты, вооруженным путем захватили военные склады, вы украли оружие, постреляли самих себя, пострадали на Майдане безвинные люди, пострадали Биркутята и все остальное, вы же превысили все мыслимое и невыслимое. Так кто тогда террорист? Потом войска на Донбасс, кто направил, хотя это Конституции, запрещено, направил-то непосредственно вот эти хунтята, там, кстати, мне применяют это слово, хунта я их назвал, а как я их должен назвать? Если они впереди послали войска, а перед войсками послали бандитов, наркоманов, отпеты, возбудили это все и создали конфликт, военные, военное вторжение в Донецк, украинские, там люди живут украинские, а Конституции запрещено войска использовать против собственного народа. Так кто же оказывается прав? Это без руки, без ноги, дебил, как вы его называете, вы его еще садить хотите? Досадите, вопросов нет. Достанете ли вы меня, это вопрос. А то, что вы мне такие подарки под Новый год, под елочку положили, я вам искренне благодарен, я признателен, значит, меня видят, значит, меня слышат, значит, я на сегодняшний день на правильном пути, потому что, если бы я неправильно что-то делал, зачем со мной бороться? Вот эта козявка на тачке, ну, кому она нужна? Дай Бог с ним. Значит, я имею влияние, имею, вот они меня и достают. Но для того, чтобы я не вернулся в Украину, надо мне до конца застегнуть этот шлем, дать пожизненное заключение, потом розыск подать и все остальное. Теперь я тебе хочу сказать последнее. Вот это то, что они приготовили, это они меня ведут на заводчик. им надо заочно меня уже вынести обвинение, осудить и чуть-чуть до вышки не дать. А потом просто-напросто международный розыск. Вот такая вот справедливость. Ну, а все остальное от Буа зависит. Я с украинским паспортом могу показать. Подадут международный розыск, Россия вынуждена выдать. Ну, если это власть доживет, как я говорю, но если она выдаст, значит, там посижу, что-то буду делать. Вот тебе все. Алексей Валерьевич, ты самый неунываемый человек из всех, кого я знаю, несмотря на все удары судьбы. Нас смотрит юбиляр Владимир Карасев, которого ты поздравил с юбилеем, передает тебе благодарность, слова поддержки. Я думаю, что ни один Володя, Володя в фейсбуке мне написал, ни один Володя сейчас на твоей стороне, потому что мы все друг за дружку должны держаться и должны сделать все, чтобы освободить нашу землю от этой нечисти, которая совершила государственный антиконституционный переворот на территории Украины. И последнее, через твой канал, товарищи СБУ Херсонской области, я вас искренне люблю, спасибо большое, что вы меня наградили такими почетными медалями, в кавычках, конечно же, я надеюсь и верю в то, что, когда я буду возвращаться, вы эти бумаги будете жрать, а потом за них сидеть. Вы такими бумагами много судеб сломали человечеству, а за них надо нести ответственность, поэтому Журавка вам передает привет. Ну что ж, как сказал бы Павел Судоплатов, СМЕРШ придет, порядок наведет. Я тебе обещал, что вместе с тобой заеду в Церупинск и потом в Херсон. Обязательно это сделаем, а когда, ну, Бог знает, ну, еще Владимир Владимирович знает. До встречи, Валерич. Ну и с наступающим Новым Годом, потому что в эфире вряд ли успеем, а за эфиром еще пообщаемся, встретимся. Пока. С наступающим всех, здоровья всем. Итак, дорогие друзья, Алексей Валерьевич Журавка был нашим собеседником. Пожелаем его успеха в этом нелегком деле. Пусть подает в ЕСПЧ, пусть, может быть, даже в Международный Уголовный суд, там Киев говорит, давайте из Гаги к нам перенесем в столицу Украины. Вот, давайте перенесем и будем судить киевский режим прямо в Киеве. Ну, немцев же в Нюрнберге судили, значит, и этих будем в Киеве судить. До встречи.